Привет, Денис! Привет, уважаемые подписчики канала Live Format! Меня зовут Максим, я являюсь звукорежиссером и владельцем студии Новый Звук. Рад всех приветствовать! И у меня первый вопрос. Как ты познакомился с моей НЛО и начало вашего творческого пути, первый альбом? Наш творческий путь начался в 2009 году. В то время я, Ярослав Тихонов и Александр Солдатков играли в группе Today's. На тот момент у нас уже за плечами был опыт игры в других музыкальных коллективах. И мы искали себе вокалиста. Мы репетировали у друзей. И вот один из друзей, Алексей Донских, подсказал, что Сергей Спиридонов, Раухтук, ищет себе музыкантов, хочет организовать группу. Я был с ним знаком, поскольку постольку на тот момент мы с ним пересекались несколько раз на концертах, фестивалях. Но я знал его способности вокальные еще по группе Велес. Мне очень нравились их песни. И нравилось, как Сергей пел там, исполнял свои композиции. И я решил ему позвонить. Я позвонил ему, пригласил к нам на репетицию. Он пришел к нам на репетицию. Мы отыграли. Сразу сделали аранжировку на две его песни. Это «Счастливые меня» и «Воганы», насколько я помню. Нам всем все очень понравилось. И мы начали работать над альбомом. Тогда у меня следующий вопрос. Вот к вам приезжала «Rush Today». Вот расскажи, по какой причине они приезжали и вообще твое отношение к этому, что ли? Наша группа образовалась в марте, сравнительно недавно. У нас общие идеи, поэтому мы начали вместе играть. Просто есть такая легенда о том, что один человек настолько увлекся созерцанием неба, что он смотрел на звезды, смотрел и упал в колодец. Так что нельзя все время смотреть только на звезды. Но наблюдать за небом необходимо. И что особенного в этом? Ну, как сказать, что особенного? Небо – это очень древняя штука. То есть на небе можно увидеть не только планеты и звезды, можно и космические корабли созерцать. А вы видели? Очень много раз. Если бы не видели, то сами бы не верили в это. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну, отношения всегда позитивные, когда ты продвигаешь свою музыку. Конечно, мы там переживали, потому что телевидение все-таки, тем более зарубежный гость, задавал вопросы тоже там неожиданные как бы. Ну, было, конечно, весело. Есть что вспомнить. На тот момент у нас уже был готов альбом. Получается, у нас было 8 песен в альбоме. И, по-моему, сделали просто рекорд. За, по-моему, 8 месяцев мы записали альбом. Придумали полностью. Спасибо, ребята. Это было очень круто. До свидания. Пока. Алиэнс. Да, правильно. А где вы играли до знакомства с Сергеем? Получается, вот мы на тот момент, я уже, как говорил, с Ярославом Тихоновым и Александром Солдатковым играли в группе Today's. Это мы и сами ее создали. Но до этого мы вместе, также втроем, играли в группе Санскрит. У нас фронтменом был Арифат Замуканов, многоуважаемый, который сейчас проживает в Москве. Но мы продолжаем общаться. То есть он является звукорежиссером Митти Фомина. И частенько я ему присылаю то, что я делаю. Или Сергей присылает для того, чтобы он послушал, сказал свое тоже экспертное мнение, подсказал какие-то нюансы, которые надо исправить. И я ему за это благодарен. Ну и есть что вспомнить, потому что мы достаточно плотно раньше общались. И много было счастливых моментов, так сказать. Выступали и на концертах, выступали в клубах. Вообще было весело. А какую музыку на тот момент слушали до группы Мои НЛО? Мы тогда слушали пост-рок. В основном это была группа Angels and Airways. Мы были под влиянием этой группы. И даже в музыке можно отследить какие-то нотки. То есть, допустим, гитара с дилеем большим. А на какой гитаре записывался альбом? Может быть, эта гитара есть у тебя в студии? Да, эта гитара здесь в студии. Это Шектер. Американец. Моя любимая гитара. Прежде чем ее приобрел, у меня было, наверное, шесть разных гитар. Вот пока на ней не остановился, как на рабочей лошадке. Но кто понимает, здесь два хамбакера с отсечкой. То есть, можно их превращать в сингл и получать звучание, похожее на стратокастер. А вы уже записывали что-то в новой студии? Да, мы уже встречались здесь. Я Сергея позвал, так сказать, на открытие. Вот, мы уже записали вокал на их новую песню «Русский вайб». Замечательная песня. Стиль, я бы сказал, это synthwave. Вообще, очень интересно. У них стиль поменялся сейчас. Сейчас над песнями работают только Раухтук, это Сергей Спиридонов, и Егор Жуков. Вот, очень интересно. Можно проследить смену стиля. И если раньше, когда мы делали какие-то треки, там, в 2015 году, да, ко мне они обращались, чтобы я свел. Я даже бывало что-то там от себя добавлял, какие-то элементы, аранжировки небольшие совсем. А сейчас настолько цельная аранжировка, и настолько хорошо она звучит. Вот, Егор Жуков молодец, он очень вырос в этом плане. То есть, и на гитаре соло очень классно звучит. То есть, даже слушается намного все профессиональней, и видно, видно рост группы. Вот, и я рад, что в этом участвую, и от себя постараюсь тоже по максимуму все сделать, чтобы звучание было максимально качественным и пользовалось успехом, так скажем.